обошла ей этот церковь эту хочу вам показать кое-что базилику эту помимо того что я нашла вот опять же камень идет прямо скоба тут тоже что-то тут но это не скоба не знаю что часть след от нее вот там наверху есть скобы но это ладно это все как бы уже этому уже видели они не люблю снимать по сто раз одно и то же и я хочу показать вам вот интересную фигуру эти шермы вот этого вот святого какая же у него интересная шапочка вы видите как-то не необычно как будто все равно от шишечка такая торчит да вот ну может быть это просто обман зрения знаете вообще я не помню сколько ей дают посмотреть здесь сан-джерардо там где там где года и на закрытое квероски как обычно подошла когда идут по по храму тут дают 1200 2207 дают сайте сайте это вообще нормально нормально 1207 дают они вообще с ума сошли что ли игра на 18 веке в отмирается потом она то есть здесь была маленькая маленькая кеза маленькая кладбище на котором он был похоронен а потом в 1735 году вот ее из и это и как бы полностью переделали в общем но это вообще просто невероятно невероятно понимаете там сейчас отпевают но мы как обычно мы либо придем когда калка коммунион и до обстоятельства здесь что за смотрите красным этим причем это не это не какой-то не металл это вот в камне здесь смотрите не могу достать не могу достать вообще даже прыгнуть здесь вот так вот тринадцатый век ребятушки понимаете просто невероятно вообще а так вот если посмотреть же с этой стороны кажется что это театр общего огромнейшая как бы как бы все равно скромно сделано скромно но купол у нее конечно я представляю если зайти туда но если сейчас зайду там пива не идет мать я говорю что в том году я ходила все попадала на всякие эти на причастие детей у них есть такой привык у маньоны у них немножко не так все функционирует вот если хотите я могу рассказать как у них функционирует все церкви вот у них и есть от конфессионы да то есть конфессионы это когда ты рассказываешь все падре ну этому священнику да но он тебе все отпускает грехи все а причастие у них нет вот как у нас сюда вот там причастие да ты готовишься конечно причастию там есть какие-то свои правила у православных но все равно ты можешь причащаться постоянно хоть раз в неделю по моему ты можешь причащаться вот у них причащаться нельзя когда ты захочешь посмотрите видите я же говорю что это наши трубы видите куда они допустить на глаза и тяните как видно как они идут под землю у них причащение строго по расписанию да то есть вот опять же отсюда видно вот это вот заброшенная вилла как у нас тоже куча этих труб причащаешься 10 лет ребятушки до этого ты должен по-моему два года посещать это вот в школу школу эту так я хочу все-таки там около канала пройти в центр школу при церкви ты ходишь там по-моему после школы вот писать и так школа до пол пятого ребята до пол пятого вечера то есть ребенок вообще до меди до средней школы до 10 лет до 6 до 10 лет 6 7 8 9 5 лет он находится с 8 30 до 16 в школе я говорю что самое ужасное для нас . это было вот это вот элементарий это просто издевательство над детьми известно вот и плюсы и и плюсы еще у них было домашнее здание ну там они как бы может быть не все на то может быть только там что-то на следующий день но все равно понимаете ты в ты в школе находишься целый день и ты еще потом должен делать его создание вот значит и вот плюс к этому по моему вот с 8 до 10 лет ты посещаешь до ребенка ты отводишь вот приз при церкви да к тому же у них еще в школе есть урок религии да ты отводишь его значит вот и при 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 школе вот писать какой-то при школе вот будет такая же типа учение такое не знаю как это называется блин и не помню как она называет свою не помню как стоят сразу отказалась вот и значит когда ты два года по моему делаешь это потом 10 лет у тебя наступает этот первый прямо кому не он и ребятушки прямо кому не он и не знаю когда 2 коммунера но называется прямо кому не он и то есть детей женят с богом с иисусом я это уже говорила еще в том году когда я ходила по церквям и мы мы попали еще и на кому не он и даже не на ребятушки ну что это такое все да невероятные какие-то трубы да вот мы попали на это кому не он и я даже вообще-то практически весь ритуал вам там показывала в общем очень интересный момент тоже связаны с жижей ребятушки детей одевают одинаковые саванны так называемые платья с позы то есть и мальчики и девочки становятся невестами тоже интересный момент да вот то есть нет различия пола и мальчики девочки все идут вот в этих вот балахонов белых вот этих вот платьях до белых ну для меня это саван натуральный самон понимаете и они ты отдаешь ребенка значит как бы как это муж или это как жена все они все жена они все жена они становятся все невестами бога ребятушки ним и не невестами другой стороны вообще-то они женой потому что натуральный обряд свадьбы происходит вот ребенка и и и иисуса понимаете я считаю какой-то ужасный ритуал ужасные понимаете ужасные считаю вот абсолютно бессмысленно абсолютно но типа по католической церкви есть ты не делаешь этого ритуала 10 лет то ты не можешь жениться в церкви вот они просто я у многих спрашивала а зачем ты делаешь вот это вот ребенка мучаешь там когда он играть хочет 1 неделю или 2 2 раза неделю нужно значит ходить на эти занятия и плюс еще посещать мессы да то есть хотя бы раз в неделю например воскресенье когда ребенок может хочет поспать ему нужно еще и на место уйти понимаете вот вот поэтому ритуал странный но как бы вот я просто хотела рассказать про этот примакому не на это гном идет короче сейчас мы пойдем центру на дому я боюсь что сейчас дохожу тут и солнце закончится эти тоже странный домик да и с дырочками с нашей который мы уже неоднократно видим надо живут отросток такой вообще непонятно да вот и там идет треугольник короче второе коммунены я не знаю когда происходит я не знаю как происходит когда они женятся в церкви тоже это там какие-то свои вот посмотрите как интересно там где-то две эти трубы на доме да еще и листья видите наш лист но больше к сожалению не увеличится но поверьте это наш лист этот известный который мы снимаем так ну ладно чё вот вот это видите идет центр вот даже видно все 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 тут вымощена нашему железной дороге думала чипка это 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 как ее стрекоза такая огромная вот посмотрите что здесь тоже давать на доме вот к это типа кусок окна понимаете ушел в никуда ушел в никуда кусок окна сейчас мы пойдем я сниму две вещи я сниму дома вам вот покажу вам дома димонса я считаю что все равно не сравнить с дома димилана абсолютно вот и и вот этот вот эту штуку которая вот посмотрите как тоже соединяет до перемычка кстати эти стены везде стены это все как бы продолжение стены как вот когда нити этой паутины жижевой переходит на другое с одного на другое вот так же это стены тоже они живые мать и не распространяются от таким образом поэтому дома все как бы сшитые получаются вот это вот видите там церковь сколько же там скоб посмотрите да ну прям манит меня это вот там около канала но я нет нет я хочу все-таки пойти в центр центр хочу пойти вот к этой где башни торчит то есть слава богу что здесь все как бы рядом понимаете как видно видите даже то есть не все не все видите закрыто не все закрыто в сети как стена тоже не все закрыто штукатурки кстати какая вязаная тоже красиво ну и вообще посадите какой волны стиль сеть невероятный невероятные арочки кирпичные а нет не могу не могу мне солнце прямо обстоит тоже труба роста ведь так не забыть что мы здесь пришли карл альберту карл альберту эти сколько здесь примочек так подождите мне надо чтобы потеряться запомнить что вот нам видите в здании да надо запомнить что нам сюда можно заблудиться ребятушки и поверьте вот тоже видите маленький кусочек как бы дома на там даже с колоннами даже есть колонны давайте в субботу видите субботу здесь вообще не пройти ребятушки вот здесь невероятно огромное количество народу какая смартфона тут зимой мы попробовали поснимать а вот посмотрите я иду прямо от канала если прямо пойти вот прямо где я была на канале то я иду опять и опять часы да вот иду как раз по моему дома и как раз иду то есть посмотри сколько башен с часами и сколько циклей плюс еще вот у нас типа трамвайной линии тут тоже церковь скоб видите ага вот церковь у нас еще одна блин видите там там на самом верху скобы так петромартирин как обычно да петромика петромартирин о скоба видите как она прирослась дома да но за бьянки и посадите сколько укац этой церквей дом цель сока там да сколько там трубы вообще анти пошли-пошли а наши потом не потеряться то есть все время прямо идти по этой дороге да но по идее мы должны сейчас дома выйти сейчас посмотрим видим их дома или нет так ладно все чуть пока выключаю включу попозже пока пока